Чем похожа работа врача, например, и того же автомеханика. У нас по факту здесь та же история, что и с больными. То есть, чему учит автоспорт? Это развивает причинно-следственные связи. То есть, как и у больного, мы должны знать, как автомобиль устроен. Это наша анатомия. Эти студенты при поступлении в ВУЗ и не догадывались, что детально познакомятся не только с внутренним миром человека, но и машины. Запустить движок, словно сердце пациента, Тимофей Дросс теперь может практически с закрытыми глазами. Мы с товарищем решили купить машину. И купили мы не просто машину, а Жигули. Виталий Алексеевич нас поздравил с новыми проблемами и предложил интересную идею. А почему бы не сделать эти Жигули не просто машинным, а спортивным снарядом? Перекраивают анатомию гражданских авто и делают из них гоночные для участия в турнирах. Одним из самых зрелищных и запоминающихся стало международное ралли на Амуре в феврале этого года, в котором заняли первое место. При этом тяга к экстремальным видам спорта, как оказалось, в крови у многих медиков. Вот Анатолий Петрович Матыцын, доцент кафедры патологической физиологии нашей академии, это единственный мастер спорта, врач мастер спорта по ипподромным гонкам, мастер спорта СССР. То есть это достаточно такая весомая величина, причем как в медицине, так и в спорте. Сейчас мы это возрождаем и вдохновляемся нашими славными предками. Такую тягу объясняют тем, что врач, как и спортсмен-экстремал, должен быть стрессоустойчивым, быстрым на реакцию и принятие взвешенных решений. Для тех, кто только пытается пробудить своего внутреннего пилота – виртуальный руль, за идеальное владение которым водительские корочки хоть и не получишь, зато прокачаешь психику и научишься любым виражам без последствий для себя и своего авто. Самое важное – это, конечно же, здесь выработка реакции, в принципе, для своего удовольствия, это отвлечение от учебы, что очень даже помогает и спасает. Садишься и забываешь о всех своих проблемах. Здесь намного легче все дается, наверное, потому что ты здесь не переживаешь за сохранность автомобиля и за свою жизнь. Но все равно нужно это отрабатывать, чтобы в дальнейшем на уже реальном автомобиле не было никаких последствий. Несмотря на отсутствие рисков, за сохранностью авто следить все же приходится. Как и в реальной автошколе, инструктор, замдекана третий курсников и тренер по симрейсингу в одном лице Виталий Затворницкий контролирует, как онлайн-гонщики выжимают сцепление, сбрасывают и накидывают обороты, чтобы не перегреть движок, берегут колодки и, конечно, свои нервы. Спортивно-технический клуб Амурская государственная медицинская академия, он функционирует у нас в течение полутора лет уже. Также занимаемся мы со студентами контраварийной подготовкой и начальной спортивной подготовкой. Автоспорт, он сам по себе очень дорогой вид спорта. И тренироваться на реальном автомобиле – это очень дорого, первое. Второе – это сопряжено с определенными рисками, в том числе материальными. Кибергонщики тоже не остались без соревнований и поучаствовали в чемпионате по симрейсингу – гонке в киберспорте, который провели со студентами из Поднебесной в рамках российско-китайского биомедицинского форума. Екатерина Борисова, Дмитрий Тарасов, программа «Город».